Продолжение следует... Нас ждут экстремальные приключения, потрясающая природа и национальные обычаи. Это Светлана Лобанова. Она ведущая новостей, но ей надоело сидеть в студии. Ты же моя умничка! Это ее муж Максим Лобанов. И она втянула его в авантюру под названием «Семейное тревел-шоу». Никакого настроения с вами работать. Это их дети Лиза и Саша. И им очень нравится путешествовать. Максим не всегда рад поездкам, потому что иногда ему приходится сидеть с детьми, когда Света, например, уходит в пещеры. Да, вот так вот. Но они умеют договариваться, поэтому в каждой программе по очереди остаются с детьми, чтобы показать вам башкирию глазами родителей и глазами обычного туриста. Они ищут не только развлечения, которые подходят всем, но и лучшее место для фотографии. В «Семейный альбом» отправится только самое необычное, красивое и впечатляющее. Посмотрим. С виду огученная скала, но на самом деле это уникальный разрез, где каждый камушек буквально как бриллиант. Учеными доказано, что эта порода образовалась более 250 миллионов лет назад. Это эталонный разрез, по которому ученые сверяют геологическое время Земли. Интересен он тем, что здесь всего на нескольких метрах сосредоточено более 30 миллионов лет истории Земли. Ну все, мы раскрываем карты. Мы в Гафурийском районе, и здесь находится не только золотой гвоздь России, но и одна из лучших здравниц страны. Посмотрим. Мы приехали в Красноусольский, сердце Гафурийского района. Село знаменито санаторием Тезкой, минеральными водами, местом явления Тобынской иконы Божьей Матери и вот таким природным хронометром с блестящим названием «Золотой гвоздь». Удивить детей этим камнем было бы странно, поэтому, чтобы насытить их любознательность, по пути мы заехали на страусинную ферму. Этих птичьих наши девочки видели только в мультиках, а здесь их можно не только увидеть, но и познакомиться. А еще, гуляя по территории фермерского хозяйства, можно иногда встретить или попасть на такой момент, на момент снесения яйца. Серьезно? То есть мы можем сейчас увидеть, как яйцо снесут? Да, вы можете увидеть либо на территории, там, где наснесло. То есть они прямо вот там, где гуляют, там и сносят? Да, потому что они их могут снести, да, элементарно. Нельзя просто так взять и увидеть, как несется, в смысле откладывает яйца, страус. Сначала нужно обойти весь соопарк. Приедете сюда, не проходите мимо Мустафы. Оказывается, он любит есть не с рук, а так, чтобы его поуговаривали. Курение моркови в кадре запрещено. Меня так не кормят. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мустафа, Мустафа. Я приеду завтра, а ты пока подумай. Морковь на дороге не валяется. Кого здесь только нет, считайте с нами. Он добрый, добрый, иди сюда. На кого он похож? В каком мультике был ослик? На папу. Везли детей, в итоге радуются взрослые. Держи. Давай, давай, давай. Не бойся, не бойся. Ну, Лис, он сейчас шею свернет. Актау, это его так зовут. Есть детей. Видимо, табличка «Осторожно может плюнуть» не пугает малышей. Поэтому тут висит грозное «Октау ест детей». Подходить близко не рекомендуем. Верблюд тут правильный. Наш оператор нарушил дистанцию и, конечно, тут же получил плевок. Нет, не в душу, конечно, но почти. Так, прикармливая всех вокруг, мы добрались до страусов-несушек. Слушайте, это может быть опасно. В общем, здесь два вида страусов. Вот это у нас африканский высокий, два с половиной метра. Африканский страус. А это австралийский страус, маленький, эму. Я вот даже не знала, что они такие маленькие бывают. Что это за яйцо? Где яйцо? Где яйцо? Слушай, точно яйцо? Смотри, они вообще где попало несутся, видимо, да? Ой, так, мне кажется... А вы его охраняйте или мы можем взять? Мы сейчас их подкупим немножко, задобрим и яйцо у них заберем. Давай, давай. Давай. Блин, я боюсь. Серьезно. Давай. Ох, какой ты! А что, может, как с Мустафой? Он сильный! Ага, как с Мустафой. У меня потом клюв такой же будет, как у него. Тяжелая? Ну, такое. Не куриная, скажем так. Давай быстрее выходи. Выдите туда, беги! Папа, они идут! О, семья накормлена, считай. Насколько там одно яйцо-то можно? На десятерых? Одна самка за сезон откладывает примерно 60 яиц. Часть из них помещают в инкубатор, чтобы получить страусиное потомство, а часть продают посетителям. Между прочим, это самое крупное птичье яйцо на планете. Его вес может достигать 2 килограммов. Скорлупа очень плотная. Вот прям разбить его будет очень сложно. И варить будете очень долго. Для того, чтобы приготовить яйцо в смятку, понадобится 45 минут, а для того, чтобы сварить его вкрутую, 90 минут. Но зато есть его потом можно целую неделю. Аккуратно. Звуки, как будто мы в парке юрского периода. Что ты говоришь? Он говорит, крылья, ноги. Главное, хвост. Какой-то, я не знаю, трахея. Чем он это делает? Что такое? Эхо, рот, главное, закрыт. Мы нашли с вами общий язык. Держи. Держи капусту. Страусы – птицы неприхотливые. Самое главное для них – большая территория и вкусный корм. Вот, например, капуста. Это надо делать вот так. Самый большой миф про страусов – это то, что они от страха прячут голову в песок. На самом деле они просто копаются в земле в поисках еды. Как бы не хотелось тут всех покормить и погладить, нам пора дальше. Ведь мы еще не доехали до своего пункта назначения. Пока мы останавливались то тут, то там погода поменялась. И в Красноусольске нас встречал дождь. Но когда нас это останавливало? А где наш коробок, папа? Вот, он впереди. Вот этот корпус номер 7. Ура! Корпус номер 7. Как раз мне 7 лет. Точно. А мне нет. Мне 6. Ты будешь жить в 6. Что у нас здесь есть? Это гостиная. Здесь даже рабочий кабинет есть, Максим. Но работать мы не будем уж и я, Максим. Но работать мы не будем. Холодильник. Микроволновка, чайник. Все, что нужно для жизни есть. Подожди. Свет, смотри. Вау. Саш, смотри. Идите сюда. Смотрите, какой здесь балкон. Ох, какой вид. Сосны. Смотри. Видела, какие сосны высокие? Да. Классно. Все, это будет моя комната. Нет, это будет моя комната. Моя, 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 моя. Вот это будет твое, Свет. Смотри, я там видел гладильную доску. Это будет твое. Нет, тут извините. Не в этот раз. Не в этой жизни. Что меня интересует? Вот это вот красненькое. Все для красоты и здоровья. Во, спа-центр. Массаж, косметология, обертывания. И все, я придумала, чем я буду заниматься. Сразу же после заселения мы побежали обедать, потому что страусов-то мы покормили, а вот себя нет. Иди-то всем. Это не тебе. Товарищи отдыхающие. Мы как самые голодные оказались в столовой, самые первые. У меня, да, мам? Тебе, да. Куй железо пока горячо, а мужа оставляй, пока он сытый, добрый и не замечает подвоха. Поэтому прямо сейчас мы разделимся. Сегодня очередь Максима заниматься детьми. Далее в программе. Максим с девочками поедут знакомиться с жизнью в экопоселении и узнают, что такое полностью натуральное хозяйство, когда все делается с любовью к природе и собственными руками, а я свое маму время проведу в спа-салоне. Затем мы отправимся к уникальным святым источникам и, конечно же, сделаем традиционную финальную фотографию. Сам не понял, как оказался один с девчонками. Жена отвлекла меня едой и ушла. Ну что ж, тогда мы едем на фестиваль родовых поместьй. Да, мы тоже до этого дня ничего не знали об экопоселении. Сейчас мы это исправим. Но что я точно знал, что здесь будет интересно не только моим девчонкам. Скоро, кстати, поймете, почему я так спокойно оставил детей на празднике, а сам отправился на экскурсию. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Меня зовут Рашида. Рашида. Очень приятно. Я тоже познакомился. Меня зовут Игорь. Игорь, да, я на празднике вижу. Да. Максим, очень приятно. Привет. Это ваш дом? Да, это мое поместье. Наше поместье «Добрая семья» называется. Наверное, не просто так такие названия-то дает? Ну, потому что семья у меня большая. И добрая. И добрая. У меня пятеро детей, 14 внуков, один правнук. Поселение появилось 17 лет назад и стало постепенно расти. Сейчас здесь живут 42 семьи, а по плану расширится до 100-120 поместьев. Больше нельзя, иначе концепция разрушится. Основной принцип жизни – забота об окружающей среде. Почему называется поместье? Место, где живет род. И то, что передается с поколения в поколение. Ну, вот у меня ощущение, что поместье должно быть большого размера. Не может быть на шестисотках поместье? Нет. Как-то не тянет. По месту гектар. Вот посмотрите, вот. Гектар? Подождите, ваш гектар? Да. У меня еще маленькое поместье. Подождите, у вас нет забора? Ну, вот это и есть забор. Ну, то есть он не нужен? У нас принято выращивать живые изгороди вместо забора. Это знак того, что мы к соседям друг к другу относимся дружелюбно и желаем добра, соответственно общаемся с любовью, с добром, с радостью. Без обора они ни к чему. Люди стали собираться в экопоселение с целью вернуться к земле, стать ближе к природе. Поэтому мясо они не едят. Здесь все вегетарианцы. Дома они строят исключительно из природных материалов и по старинным технологиям. Слушайте, это музей. Я мечтала юрту, чтобы у меня была юрта. Вот. И пришла такая идея, чтобы не юрту сделать, а саманный дом. Потому что саманное строительство оно было вот раньше. Вот. Дом у меня волшебный. Его лепили все мои друзья. Саманное. Расскажите, я название слышу. Саманное это глина с соломой. А глина местная? Да, глина местная. Все местная. Каркас мы... В общем, все материалы местные. Да. Все простое, да. Все экологично и все местное. Глина единственный материал, существующий в природе, имеет излучение одинаковое с излучением человеческого тела. Это единственный такой материал. И почему у нас древние использовали глину, особенно в строительстве дома, посуде вот это все. Потому что когда из нее что-то начинаешь употреблять, или жить, или применять, то соответственно человек, если приболел, неду какой-то схватился, вот эта энергия, она выравнивает энергию человека, больную такую. И среди энергии начинается и материальное тело тоже вылечивается и излечивается. Вот такой вот подход был раньше. Я заметил, что в поселении очень чтят традиции и стараются делать так, чтобы информация о предках не исчезла, не забылась. Для этого они пишут родовые книги. Я вот увидел родовую книгу. Да. Удивительную. Да, Станислав? Удивительную. Вот книга. Я здесь записываю все эти события, которые… Можно подержать. Открывать не будем, но… Можно открыть? Можно? Да, да, конечно. И вот записываю. Вот эти книги родовые, они в основном несли такую информацию, которая будущему поколению внукам передавалась уже конкретно то понимание жизни, то есть истории, не ту, которую иногда используют в своих целях, изменяют, что-то не… Ну понятно, навязывают какие-то вещи. Это те, которые на самом деле не происходили. А вот так вот внук и правну крошеды возьмет вот эту родовую книгу. Он прочитает, что было, а там описано, как строилось, кто участвовал, когда это было, что было в это время. Там все будет описано, как это происходило. Главный принцип этих людей – природа – это наш дом. И нужно помнить об этом всегда. Нет электричества – поставили солнечные батареи. Нельзя есть мясо – выращивают такие помидоры, с которыми вообще не страшно быть вегетарианцем. Слишком влажная почва – построили лабазы. Жители родовых поместьй приспособились ко всему. Здесь в нашей местности стоят очень высокие грунтовые воды. Весной тут они влажные. Их, соответственно, копать в погребах просто нелогично. Ну и невозможно. И мы пошли на такой шакрак, стали создавать такие надемные погреба. Лабаз очень широкий, свободный, по высоте, чтобы проходить достаточно. И, соответственно, вентиляция. Он, получается, создает очень большую помощь в жизни в поместье родовом. Это поддержание силы, энергии благодаря вот этим овощам, фруктам, которые выращены в своем поместье. А выращивает у нас со своей любовью, со своей радостью. Это даже просто как арт-объект выглядит красиво. Даже. Это как и для ландшафт. Да, это очень красиво. Как сейчас говорят, во-первых, это красиво. Максим сегодня занимается детьми. А я впервые за всю историю проекта «Посмотрим» решила провести время очень по-девчачьи. Сегодня у меня в программе массаж и спа-процедуры. Итак, начнем с массажа горячими камнями. Стоун-терапия. Это не просто камешки нагреть и выложить на спину. Это целая наука. Нужно знать, куда и какой камень прикладывать. Зато эффект обещают потрясающий. И релаксации, и омоложение клеток. После массажа я отправилась в баню. Они здесь на любой вкус. Ну, а я пока проведу для вас экскурсию по баням-мирам. Это у нас финская сауна. И, в принципе, конструкция такая же, как в русской бане. Та же каменка, но воздух, пар здесь очень сухой. Влажность в помещении не больше 10-15%. Это у нас соляная сауна. И здесь, кроме обычного пара, вдыхаешь еще полезные пары минеральных солей. Там у нас турецкая баня, хамам. В переводе с турецкого хамам – это ванная комната. И влажность здесь практически стопроцентная. Но температура в помещении не выше 50 градусов, поэтому эта баня рекомендуется тем, кому противопоказаны высокие температурные нагрузки. Ну а здесь не моечная, не парилки, но это тоже баня японская. Это две бочки. В одной температура воды 50 градусов, в другой – 30. И лечебный эффект достигается за счет вот этого контраста. Открываются поры. Также в емкость рекомендуется наливать какие-нибудь полезные концентраты – отвары трав или минеральной соли. Я, пожалуй, именно с этой бани и начну. Следующий пункт моего бьюти дня – косметолог. Так хорошо я уже давно не отдыхала. Любая мама подтвердит. Просто дайте лечь и закрыть глаза. Можно даже ничего не массировать. Массаж лица вообще нравится всем. Нет такого человека, который бы не любил массаж. Он, во-первых, расслабляет, улучшает кровообращение, повышает тонус мышц, улучшает тургор кожи. Потому что морщины у нас появляются от спазмирования мышц, да? Да. И поэтому и расслаблять их… Расслаблять нужно, да. И вообще… А я тем временем вернулся к девчонкам. Кстати, в новой рубашке. Поселение зарабатывает тем, что продает горожанам то, что сделано или выращено своими руками. Это и одежда, и посуда, и овощи, фрукты, мед, мука, масло, травы и даже косметика. Говорят, мы тут не работаем от слова «раб», а трудимся от слова «труд» и получаем от этого удовольствие. К счастью, все, что имеет приставку «эко», сейчас в моде и спрос растет. Почему мы приходим к своей натуральной косметике? Потому что мы же живем на земле, мы берем воду из своих колодцев, и если мы спрасываем в эту же рядом на нашу землю стоки с химическим составом каким-то, это попадет в наш колодец. То есть мы, хочешь не хочешь, должны приходить к экологичной жизни, которая несет минимальную нагрузку на окружающую среду. Но мы не хотим больше воссоздавать окружающую среду. Мы хотим выращивать сады, закладываем посадки, леса, рощи. То есть чтобы все кругом цвело, радовало и свою семью, и окружающих, и приезжающих. Ну и как бы это потом перешло в наследство детям. От этого места у меня приятные впечатления. Люди живут своим хозяйством, стараются сохранить природу и традиции, постоянно говорят о любви и водят хороводы. Что-то происходит сейчас. Пошли, пошли, пошли. Давай ручку. Здесь не ждут нового года, чтобы загадать желание. Считается, что вот такое переплетение энергии людей может поспособствовать исполнению мечты. Зная, как мои девчонки любят такие игры, я, конечно, не мог пропустить этот хоровод. Вообще я человек приземленный, но даже у меня здесь, в этом гигантском водовороте людей, возникло ощущение единения с природой и землей. Когда ходишь в этом хороводе, объединяются энергии людей и энергии земли. И нашу красную поляну, цветущую. Лиза, чувствуешь энергию земли? Вестивалями, праздниками, многочисленными, с людьми счастливыми, да радостными. Представляем. Итак, глазки прикрыли. Раз. Вдохнули побольше воздуха в грудь. Два. Мечту видим. Да. И три. Бежим. Это сложно объяснить словами, но это точно круче разных тренингов и марафонов исполнения желаний. Это как групповая медитация, только в движении. Когда справа и слева тебя держат за руки незнакомые люди, образуя замкнутую цепочку, а ноги сами несут тело в потоке. И со всей радостью запускаем свою мечту, чтобы она тоже была, чтобы она летела, чтобы она становилась частью нашей жизни, реализовывалась. Готовы? Да. Не все готовы, похоже? Да. Или все готовы? Да. Да. Ну тогда раз. Вдохнули. Воздух. Два. Мечту свою. Любим. Держим. Три. Ура. Отлично. И еще два раза так же, чтобы мечта летела, летела и летела. Вдохнули воздух. Два. Мечту свою приукрасили. Три. Ура. 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 Юра. Ура. Ура. По-башкирски Красная Поляна звучит как Матур-Аклан. Но иногда это место называют еще Жанат, что переводится как Рай. В раю я не был, а вот здесь был. И могу подтвердить, люди здесь живут в невероятной гармонии. Ранее в программе мы видели настоящие струйсиные яйца. В нас плюнул верблюд, и теперь мы знаем, что такое золотой гвоздь. Максим с девочками выяснил, как живут люди в экопоселениях и загадал желание окружать в хороводе. Я же в это время тоже загадала, чтобы мой спадень длился как можно дольше. Когда Максима с девочками отпустил хоровод, а меня спа-салон, мы встретились на территории санатория. И теперь наша задача протестить детскую комнату. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Вот к нам еще девочки едут. На самом деле мы оставили детей в игровой, чтобы спокойно сходить на процедуры. В санатории мы или где? Сдала? Сдала. Сейчас у нас по плану минеральные и грязевые ванны. А начинается все с естественных дождевых ванн. Красноусольск – это старейшая здравница Башкирии. Санаторио почти 100 лет. Любопытный факт. В годы Великой Отечественной войны здесь на лечении находились инвалиды с различными травмами. И результаты этого лечения превзошли все ожидания. В течение 20-30 дней у людей закрывались полностью раны. И именно этот факт послужил таким толчком для широкого использования красноусольских минеральных источников и грязи для лечения. Настало время испытать на себе то, зачем сюда едут люди из других регионов – башкирские грязи и минеральные воды. Мальчики налево, девочки направо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Когда бы не подумал, что можно искупаться в грязи, и мама меня ругает. Но эта грязь необычная. Она называется лечебно-иловая. И курс лечения можно повторять только через полгода. Потому что процедура подходит не для всех, только по показаниям врача. Ощущение расслабленности. Нет, неправильно. Очень, очень. Расслабление чувствуется. И я не думал, что в грязи обычно тонут. А эта грязь, она почему-то держит на плаву. В отличие от Максима, я выбрала мероприятие почище. Вот еще одна процедура, собственно, та, ради которой приезжают сюда сотни туристов. Это минеральная ванна. Их здесь два типа. Хлоридно-натриевая, она такая прозрачная и очень соленая. И сероводородная, вот такого грязноватого цвета, со специфичным запахом. Такой запах болотной тины. Жаль, что камера этого не передает. Долго в такой ванне лежать нельзя. Без назначения врача тоже нельзя. Мощь этой воды чувствуется сразу. Вообще, сероводородные ванны назначают для лечения различных болезней суставов, костей и связок. Температура воды 37,5 градусов, и лежать в бане можно не больше 10-15 минут. Не рекомендуется разговаривать, честно говоря, и не хочется, потому что ванна очень расслабляется. Но долго расслабляться нельзя, потому что родительский долг зовет. Забрав девочек из детской комнаты, мы отправились к святым источникам. Вон там на холме стоит храм Табынской иконы Божьей Матери. А под холмом маленький грот. Пойдем посмотрим. Пойдемте, девочки. Красноусольск известен не только своей целебной водой, но и как место явления Табынской иконы Божьей Матери, главной святыни Южного Урала, которая часто спасала его жителей от эпидемий, засухи и прочих бедствий. Мы не стали заходить в церковь, чтобы не мешать службе. Внизу есть пещера, где люди молятся, зажигают свечи, оставляют записки с желаниями. Говорят, икона помогает и сейчас, особенно тем, у кого не получается зачать и выносить малыша. Вот как раз здесь загадывают желания и оставляют записки. В Кройце находится уменьшенная копия Табынской иконы, а под ней минеральный ключ. Для удобства сделан вот такой вот колодец, но воды сейчас здесь нет, и она появляется только каждую девятую пятницу после Пасхи. Вот такие вот чудеса. Воду из этого колодца из-за солоноватого вкуса в народе называют слезками Богородицы. В день почитания Табынской иконы Божьей Матери сюда, на место ее обретения, приезжают тысячи паломников. В этом месте удивительно сочетаются санаторное лечение и духовное излечение. Направляясь сюда, стоит захватить емкости для воды. Красносольские источники – это множество естественных родников. Всего здесь 240 минеральных источников, и все они абсолютно разные по химическому составу. Есть даже источник молодости и красоты. Отдыхающие говорят, что если здесь помыть руки, то даже крем не понадобится, они станут гладкими и бархатистыми. Решу, раз уже здесь оказалось, будем омолаживаться. Решу, раз уже здесь. Так, а этот источник называется глазной. Он вылечивает глазные болезни. Вот здесь вот, где вот эти вот пузыречки летят, нужно окунуть лицо и обязательно в воде открыть глаза. Это вылечивает глазные болезни. Свет, сколько пальцев? Пап, я тоже хочу. Пять. Махнись еще раз. Хорошо. Вот так было, вот так. Красносольский – это наш ответ европейским курортам. Правда, без утомительного перелета за гранпаспорты и визы. Уникальность этого места в том, что здесь, на небольшой территории, в одном месте сосредоточены совершенно разные лечебные природные источники. Здесь тебе и чешские Карловы Вары, и немецкий Баден-Баден. Говорят, именно здесь мысли и слова обладают особенной силой, потому что здесь явилась икона Божьей Матери, называемой сейчас Табынской. Сюда приезжают люди со всех уголков России, чтобы загадать желание. Именно здесь мы решили сделать нашу финальную фотографию. Ищите ее по хэштегу «проект посмотрим». Девушка, можно вас попросить нас сфотографировать? Да, конечно. Давайте сыр. Утки! 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 Да что это? Уточки! Утки! 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 Субтитры подогнал «Симон»